Но сознательно, знаете, когда выйти получится? Если вы дадите человеку понять разницу между тем, когда он действительно помощь оказывает. Помогает освободиться от зависимости. Или он становится пособником этого пьянства. Вот разницу, давайте сейчас мы с вами вместе поймем. Разницу между помощью и пособничеством. Помощь, цель жизни, понимаете, это самой быть свободной, вот если все это вместе взять, что значит конструктивно, деструктивно? То есть помощь конструктивна, когда я сама свободна, и я помогаю другому в освобождении. Пособник, он и себя разрушает, и способствует тому, что другой человек еще больше впадает в зависимости. То есть помощь, что значит конструктивно? То есть мы уповаем на Бога, то есть контроль отдаем Богу, и в руки самому этому зависимому. Знаешь, это твоя жизнь, в конце концов, давай сам отвечай за свою жизнь. А пособничество само берет на себя контроль. Я контролирую, я делаю. То есть вот такая вещь. Идем дальше. Значит, помощь осуществляется ради другого человека. А пособничество? Это чтобы себя ублажить, свою самооценку повысить. Ради себя, любимый. Чтобы про меня все думали, какая я жертвенная. Какая я заботливая, что я делаю, как я бегаю, какая я несчастная. Но тем не менее несу же этот крест на себе. То есть практически... Так и в Писании написано. Бери крест и неси, да, вот я и... Несу его. Понимаете? И чтобы главное все видели, что я несу. И какой-то крест здоровый. Да, умереть-то при всех не так грустно. Самое главное, чтобы все увидели, какая я жертвенная. Понимаете? Вот оно. Оно все идет ради себя, любимый. Следующая помощь оказывается совершенно безвозмездным. В помощи. Пособник ожидает в ответ благодарность. Словесную или материальную, неважно. Вот та же самая... Важно, чтобы был ответный жест. Ну, та же самая кофе утром от дочки. Видите? Для дочки. Для дочки. Ну, не хочет дочка этого кофе. Ну, не хочет она его. Ну, как же, понимаете? А вот этот пособник, он потом спросит по полной катушке созависимой. Вот он все делает, делает, делает вам, да? Вот такой вот созависимый. Он потом спросит с вас со всех все, что он сделал. Я для тебя, а вот ты какой? Я всю свою жизнь на вас положил, а вы мне? Вот это, понимаете, это явное вот это созависимое понятие. Это вот однажды женщина одна говорит, все бы на своего сына жаловалась. Вот он такой сякой и не позвонит ей, и не придет к ней. Всего раз в неделю приходит и всего два раза в неделю звонит. А она вот всю жизнь положила на него, на этого сына. А как тогда было сложно в то время растить? И вот апельсинчиком ее на работе угостят, она домой несет. Вот у нее слюна течет, она слюной захлебывается. Они ездят этот апельсинчик, несет сыну. А он такой неблагодарный. Вот так сейчас себя ведет. Мать вот так вот забыл, всего раз в неделю к ней приходит. Мы говорим, слушайте, сколько вашему сыну лет? Ну, 35. Мы говорим, слушайте, и вы все эти 30 лет напоминаете ему про этот апельсинчик? Да лучше вы тогда съели этот апельсинчик, чем 30 лет его этим апельсинчиком попрекать. А что зависимость просит за каждый апельсинчик, за каждое приготовленное кофе? Потому что пособничество не делает ничего безвозмездно. Ничего. Все в ожидании ответного жеста. То есть мы не говорим, что мамам не нужно апельсинчики детям носить, яблочками кормить. Благодарным, мы не об этом говорим, но мы говорим о том, что мы как-то различались с вами. Что если делаешь добро, то как в одном фильме... То есть правая рука не знает, что сделала левая. Да, сделал добро и бросай его в воду. Да, да. А если ты требуешь в ответ благодарности, то это уже не добро. Это уже сделка. Поэтому давайте как-то назовем все своими именами. Так вот пособничество не способно на добро. Пособничество – сделка. Одна сплошная большая сделка. Помощь – это безвозмездная помощь. Идем дальше. Следующий. Помощь идет, когда мы верим в алкоголика, что хватит сил у него самому исправить с этим делом. Мы уповаем на Бога. Пособник, он не верит в алкоголика. Он говорит, без меня он никуда. Все равно пропадет. В любого другого аддикта. Вот чувствуете разницу? Помощь верит в то, что наркоман, любой другой аддикт может справиться. Ему просто нужно чуть-чуть помочь, направить, может быть, да, предложить помощь. Пособничество – нет. Я решу, без меня никуда. Дальше. Помощь отказывается лгать. Себе не лжет, детям не лжет, боссу не лжет. Милиции не лжет. Милиции, друзьям. Там всем говорит, ну, не то, что выходит и всем рассказывает, да, но если возникает вопрос, говорит, да, у нас проблема. Муж алкоголик, или там сын колется, сидит в порно муж, или там жена ушла в шопинг, я не могу ее оттуда вытащить. То есть это проблема, и он не лжет, что вот там, понимаете, ну да, жена там… Ну, бывает, потратить немножко больше. Да, потратить немножко больше. Ну, это же не проблема. Все женщины любят ходить по магазинам. Нет, у нас вот действительно проблема. А пособник, он защищает человека ложным. Дальше помощь отказывается от контроля. Вы знаете, и отказ от контроля может иногда звучать, ну, знаете, иногда бывает непонятно. Иногда мы говорим такую фразу. Мы говорим, послушайте, я говорю, если ваш муж решил умереть, уважайте ему право. Я говорю, уважайте его право. Так и скажи, если ты решил умереть, это твое право, это твое решение. Я говорю, ну вы сами решите жить. Вы не можете заставить его решить жить. Это его должен быть выбор, хочет он жить или нет. Понимаете? Но контролирующий человек, он будет заставлять, он диктовать будет, ты должен. Вот я диктую тебе. Давайте вот с вами подумаем, вообще Бог диктует нам с вами. Если бы он хотел нам диктовать, значит, у нас был бы встроен некий чип, и мы были бы всегда только послушными, делали бы как надо. Но Бог хочет, чтобы у нас сочинение было на свободную тему. Даже если мы будем с вами смотреть, как Христос исцелял, он сначала говорил, чего ты хочешь? Важно было, чтобы человек сам осознал свою проблему, а не так, иди-ка сюда. Я решил, тебя исцелю. Нигде вы этого не прочитаете. Все идет через желание человека. Вообще, я представляю, как один из ангелов подходит к Творцу и говорит, а зачем ты человеку дал свободу выбора? Там, еще в Эдемском саду, Бог говорит, ну потому что я люблю его. Но ты знаешь, чем это закончится? И тут, знаете, вот тогда ведь времени-то еще не было. Такой, раз, и запустилось время, и Господь показывает, вот смотри, вот выбор человека, раз, вот этот плод съел. Раз, Вавилонская башня. Следующий момент времени, там, еще какие-то там, уход израильского народа, в рабство ушли, потому что предали Бога. И вот идет, идет, и доходит до креста, который стоит на Голгофе. И Ангел спрашивает, слушай, Боже, ну, ты же знаешь, чем все это кончится. Зачем ты вот все это даешь человеку? Свободу выбора. Свободу такую. Встрой чип ему. Все же проще. Но будет ли тогда любовь? Или это будут такие роботы? Щелк, 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 щелк. Это уже будет ради себя, понимаете? Любовь проявляется тогда, когда мы верим в человек, отдаем ему контроль над своей жизнью. Да, нам что-то может не нравиться. И может кончиться так, как нам хочется, например. Понимаете, но пособник не в состоянии любить, он диктует. Он вокруг себя строит марионетки. А вот помогающий и любящий человек, он верит, он отказывается лгать, он отказывается от контроля, и он вручает ответственность за свою жизнь, за свою судьбу тому, кого он любит. Это вот важно понять, эту вещь. Идем дальше. Вот разница между помощью и пособничеством. Помощь, помощник обсуждает проблему, решает конфликты. Пособник вводит правила умолчания. Мы об этом не говорим, мы молчим. Правила умолчания. Мы о нашей проблеме никому не рассказываем. В том числе и самому аддикту. Только если в гневе. Только если в гневе. Ротозрожили, все скажу. Алкоголик тупой, мозги пропил, все. Но так в хорошем настроении ни в коем случае. Приходит ребенок утром в школу, у него учитель спрашивает, почему ты вчера уроки не выучил? Он же не будет говорить, что папа пришел пьяный и дебоширил. Ему некогда было просто учиться. Он скажет, голова болела. А потому что нелояльно так по отношению к семье. Говорит тем более учительница, что папа вчера не давал возможности учить уроки. Гонял маму с ножом. Помощь. Там человек чувствует свою самоценность. Я дитя Божье. Я личность. Если он решил умереть, я имею право жить. А пособничество обесценивать себя. Вы знаете, у такого человека такой, знаете, венец мученицы. Вот вы спросите ее, когда последний раз была у зубного врача? Ты что? Какой врач? А когда последний раз к гинекологу ходили? Ну, о чем вы вообще говорите? Это вообще, как вы можете об этом говорить-то даже? Понимаете, все, там полностью, полный обесценивай саму себя, всей своей жизнью. У меня такие проблемы, а вы мне про гинеколога рассказываете. Да я даже забыл, как это называется, да? Да. Помощь признает свои чувства. Да, ваши чувства сейчас адекватны. То, что вы сейчас ощущаете, говорим такому человеку, который приходит и говорит, вот у меня внутри все это вот кипит, творится, да, все правильно. Вы знаете, порой наша помощь, знаете, в чем даже заключается? Вот придет такой вот человек к вам, жена, и говорит, вы знаете, вот я человек верующий. Я понимаю, что я, ну я своего мужа прям вот так ненавижу, он вчера поступил вот так, вот так. Внутри меня все кипит. И знаете, что он хочет, чтобы мы сказали? Ваши чувства адекватны. Вы имеете право так чувствовать. И вы знаете, порой, вот вы это скажете, и вы считаете, человеку помогли сделать шаг к выздоровлению. А если будем говорить, это не духовно, вы можете, прощайте, это ваш крест. Что мы делаем? Мы человека толкаем в пособничество, потому что пособничество подавляет чувство. А чувство-то адекватно, простите, если... Такое происходит в семье. Такое происходит в семье. Если семья превратилась не в жизнь, а в ад в сплошную. Сын уже все вытащил из дома, все продал, лишь бы дозу себе купить. Это же ненормально. Или муж себя ведет. Понимаете, чувство адекватны. То, что человек чувствует, это вполне адекватно в данной ситуации. Нельзя их загонять внутрь. Как можно чувствовать себя нормально, когда муж за 10 минут до секса с женой сидит в порно-сайте? Что сказать? Плохо молишься, мало постишься. Что сказать в этой ситуации? Чувства этой женщины вполне адекватны. Правильно она возмущается, правильно в ней кипит. Да, теперь важно, чтобы сказать, да, это правильно. Но теперь не надо быть способником. Давай подумаем, как помочь. Если он сам захочет. Идем дальше, следующее. Человек, который хочет помочь, ищет помощи у других. Сам я не справляюсь. Помогите мне. Кто мне может помочь? А в пособник в изоляции. Он изолирует себя от всех. Как дела? Он скажет, все хорошо. Так нормально. Может быть, я чем-то могу тебе помочь? Надо будет, приду. Ничего не надо, мне все хорошо. Сама справляюсь. Я сама сильная. А что помятая? Ну, немножко помятая. А синяк? Ну, окран ударилась. Швабру и мыло заделся. Случайно заделся, да. Помощник строит честные отношения. Тот, который пособничает в зависимости, он манипулирует. Ну, и, конечно, у помощника есть уверенность в будущем. Что все то, что будет происходить, все то, что он сделает, это действительно будет иметь положительный эффект и хорошо скажется и на семье, и на зависимом человеке, и на детях, и на мне самом. Пособник уверенности в будущем никакой нет. Пособник уверенности в будущем никакой нет. Каким он придет, что будет завтра, хуже будет, лучше, ни в чем уверенности нет. И вот, знаете, вот мы сейчас просто хотим вам немножко показать другую картинку. Вот представим себе, что жена перестала быть пособником, ну, с нашей с вами помощью, где-то вот, может быть, сама какие-то вещи поняла, может быть, что-то прочитала. Или сходила на группу созависимую. Да, и стала помощницей. И вот смотрите, что начинает происходить. Вот сейчас нарисуем вам, знаете, вот типичную картину, что происходит в такой ситуации. Что было? Было, что сначала я пью, у меня куча долгов неоплаченных, которые оплачивает жена. Жена лгала боссу, жена все мыла за алкоголиком. Да, если он пришел домой весь в рвоте, все утречком, весь костюмчик постиранный, поглаженный. Что стало? Костюм просыпается, алкоголик. Что с костюмом? Он по-прежнему в рвоте. Босс в курсе. Босс в курсе всего, что произошло вчера вечером. И что я сегодня не приду на работу не потому, что я у донтиста, а потому, что я после вчерашнего не в состоянии. Все долги остались моими долгами, жена их не оплачивает. И в долг уже никто не дает. И в долг мне не дают больше в магазине, да? Вот представляете, что было, что стало. Вот нарисуйте эту картинку. Было то, что пьянство приносило массу удовольствия. Почему? Я пил, потому что были все проблемы, решались, неприятности уходили. А почему они уходили? Кто решал неприятности? Жена способна. Жена. Жена все проблемы решала. А я получал только удовольствие от всего этого. А теперь получается, жена перестала решать проблемы, а теперь пьянство, это чья проблема? Жену? Его лично. Его лично. То есть что нужно сделать? Может быть действительно бросить пить? Вот тогда начинает что-то шевелиться в голове, понимаете, когда все условия-то пропадают. Что было? Жена бурчит, задавит меня своими комментариями. А сама она задавлена унижением. Сама вообще кошелка унижена. Комментариями, да. А теперь жене не нужны никакие поощрения. Да ну не нравится, как это он, да не ешь. Она уже, понимаете, она уже не реагирует. Если раньше жена фокусировалась на алкоголике, что он про нее скажет? Похвалит или поругает. А теперь на себе. И теперь жена уже не расстраивается из-за того, что он ее называет лентяйкой, толстой, неповоротливой, там кем еще можно говорить, неряшливой, ленивой, тупой. То есть алкоголик уже не может ее расстроить? Все. Он вот из всей вещи бросает, она спокойно на кухне ля-ля-ля готовит пирожки или не готовит. Разговаривает с мамой по телефону. Он, видите, он потеряет, теряет вот это вот, понимаете, рычаг. Он уже не пуп в семье. Было то, что действительно, вот я считаю, все идут не в ногу со мной. Я-то иду правильно. Жена не в ногу со мной, босс со мной не в ногу. Идут. Поссорился, запил, естественно. А как тут, если все не в ногу идут? А тут вдруг жена уже больше не клюет на эту удочку. Она не кричит, не ворчит, не ругается, не истерит. Я ее вывожу на это все равно. А уже в детей жены алкоголик козла отпущения потерял. Кто теперь виноват, что я пью? И там алкоголем пью. Кто виноват? Сам виноват. Раньше со мной никто не разговаривал об алкоголизме. А теперь вдруг все в курсе, со мной об этом говорят и мой начальник, и дети, и жена. И друзья. Знаете, что происходит? Алкоголик напуган. Впервые в его жизни срабатывает то, что... Он уже не пуп земли. Из-за него проблемы никто решать не будет. Теперь он сам должен решать проблемы. Контроль. Я ушел, упустил. Все. Что произошло? Пособничество кончилось. Он же не может жить так беззаботненько, понимаете? Что все в отвлеку решать проблему. Надо с этим что-то делать. И тут приходит действительно осознание. Это я больной. Мне лечиться надо. Что делать теперь мне с этим со всем, что у меня происходит? И вот только здесь может начаться процесс выздоровления. Вот понимаете, иначе пока рядом с алкоголиком живет такой пособник созависимый, не начнется процесс выздоровления. Конечно, когда вот жена перестала быть созависимым человеком, есть два выхода. Что вот муж, который осознал все это дело, и он бросает, перестает пить. И, конечно, тогда выигрывает семья, особенно если они ходят на группы, освобождаются одновременно и от созависимости. И держатся к тому, чтобы выйти на выздоровление. Не просто не пить, а именно выздоравливать. И дети здесь выигрывают, и семья вообще становится нормальной, гармоничной. Но есть, когда действительно алкоголь берет верх от человека. Бывают такие ситуации. Мы не будем говорить, что 100% в данном случае... Это сработает только в положительном случае. Бывает так, что алкоголь побеждает, и тогда либо алкоголик умирает где-нибудь под забором, накинавшись от передозировки. Либо попадает под транспорт, либо еще что-то. Да, бывают такие ситуации. Либо, что происходит, алкоголь, если он берет верх, с любым адиктом, он находит себе другого пособника. Другую няньку. Ну, понимаете, в любом случае... Ну, и в том, и в другом случае семья выиграет, правда? Вот это важно, чтобы мы донесли до семьи. И в первом, и во втором случае семья выигрывает, потому что семья имеет право жить. То, что мы с вами до этого описывали, это вы сами сказали, это не жизнь. Это сумасшедший дом, или это атом, можно назвать. Это не жизнь. Если алкоголик избирает для себя такую жизнь, аддикт выбирает для себя такую жизнь, это его выбор. Но мы имеем право жить и жить полноценной жизнью. То есть, как вы понимаете, вот это, наверное, самое главное, вот это самая главная такая вот мысль, которую нам нужно обязательно донести до наших людей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok